Импровизированным залом для форума стало фойе на втором этаже Дворца спорта. Почетных гостей разместили в президиуме. Бережное использование воды, лесов и земель, рациональная утилизация отходов и поддержка общественных экологических движений. Вот главные темы встречи. В числе докладчиков были представители законодательной власти, экологические проблемы депутатам знакомы не понаслышке. Молоково, Володарка, частное строение не имеет канализационных сетей централизованных. Производят слив, сброс вот этого всех отходов в реке, соответственно, на рельеф. Вот такие вот вещи постоянно людей беспокоят. Чтобы снять беспокойство и решить проблемы, организаторы форума предложили обращаться к ним напрямую через общественные приемные. Сегодня у национального экологического порядка их восемь. Видновский офис находится в 43-м доме по Школьной улице. В организации предлагают правовую поддержку обращений и требований. Помогаем сегодня людям, которые пытаются жаловаться, понимать, куда обращаться, как написать правильно, что за этим последует, что требует. То есть все их эмоции переложить на тот язык, который будут их понимать в администрациях и с точки зрения закона. С точки зрения закона, на каждой застройке нашего района должна быть нанесена охранная зона вокруг скважин. Соответствующий закон принят 9 лет назад, он до сих пор не выполняется. На это обратила внимание в своем выступлении представительница Роспотребнадзора. По ее мнению, недоработку необходимо срочно исправлять. Если мы знаем, что территория застроена, есть источники загрязнения, тогда мы можем планировать и предлагать выносить в администрацию ресурсоснабжающим организациям те вопросы, которые бы нам гарантировали питьевую воду нормативную. Нормативная вода, то есть соответствующая стандартам качества, вспомнили на форуме и о качестве воздуха. Выступающие отметили, что проверки выбросов коксового завода практически всегда показывали содержание опасных веществ в пределах нормы. Результаты, проведенные в 2015-2016 году, путь лабораторных испытаний, показывают соответствие качества атмосферного воздуха требованиям СНИК. Организация «Национальный экологический порядок» создана два года назад. Подобный форум она организовала впервые. Руководство НЭПа планирует сделать такие встречи ежегодными. Они будут проходить каждый раз в новом подмосковном городе. Есть у экологов и молодежное крыло. Свой первый съезд они планируют провести в апреле будущего года.